Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу что делать если на ваш виноградник напал аидиум. Мой виноград сорта кеша и он растет на арке. Хороший виноград, но очень слабый к аидиуму и мильдию, поэтому необходимо его постоянно обрабатывать. В начале весны я обрабатывал лозу винограда медным купоросом, затем после распускания почек на втором листике я опрыскивал шавитом, затем топазом и теперь обработаю снова топазом, потому что ягоды уже сформировались, но на них есть тоненький слой аидиума. Последние 7 дней была очень теплая и дождливая погода, поэтому аидиум пошел с новой силой. Вот гроздь пораженная аидиумом, некоторые ягоды начали растрескиваться, виден белый налет, ягода прекращает рост, если ничего не сделать, то даже те ягоды которые остались, они заболеют и обсыпятся. Для того чтобы спасти виноград необходимо в первую очередь воспользоваться обычной пищевой содой и средством топаз. Раствор соды очень хорошо отмывает от ягод винограда споры аидиума, поэтому необходимо на 10 литров воды взять 80-100 грамм соды и сделать раствор. Я беру теплую отстоянную водопроводную воду, насыпаю в нее 100 грамм соды и хорошо перемешиваем. После полного растворения соды в воде заливаем раствор в опрыскиватель и очень обильно поливаем кусты для того чтобы смыть споры с ягод и листьев винограда. Музыка После обработки винограда раствором соды необходимо дождаться ее полного высыхания. В летнее время это 2-3 часа. И вот прошло 6 часов и раствор соды на листьях и ягодах винограда высох. Теперь можно приступить к обработке винограда системным фунгицидом. После обработки содовым раствором ягоды стали блестящими, чистыми и на них почти не осталось никакого налета аидиума. Для лечения винограда от аидиума я буду использовать системный фунгицид топаз. Это хороший препарат проверенный временем, но его можно использовать всего лишь два раза за сезон. Это будет второй раз. Кроме винограда он помогает спасти огурцы от мучнистой росы, а также чертую спородину и яблоню тоже от мучнистой росы. Норма расхода 6 миллилитров на 10 литров воды для винограда и огурцов. Срок ожидания до сбора урожая 20 дней. Ягоды винограда поспеют примерно через 30 дней, поэтому этот препарат не подходит. Берем также 10 литров холодной водопроводной воды и размешиваем в нем 6 миллилитров топаза. Это как раз два пакетика. Он имеет такой молочный цвет и вода сразу побелела. И после этого необходимо все хорошо перемешать. Заливаем полученный раствор в опрыскиватель и опрыскиваем каждый куст винограда с расчета 1 литр на 1 большой куст. Музыка Обрабатывать нужно не только ягоды, но и листья сверху и снизу, а также всю лозу по всей длине. Музыка Данный препарат впитывается в ягоды и листья и действует в течение 10-14 дней, помогая спасти виноградник от аидиума. Действие препарата начинается через 2-3 часа и через день-два можно увидеть реальный результат. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как спасти виноград, если на него напал аидиум. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok